Так, спустились на точку старта В общем, какую мы сделали ошибку в начале нашего похода Мы были вон там, обедали после электрички и искали тропу Вообще тропа нарисована по карте примерно в том районе Но там очень сильно намыло, размыло И мы ходили, искали эту тропу Я поднялся сначала вот туда, там я ничего не увидел Думаю, ну тропы походу нет А так, на самом деле, ориентируемся по проводам от станции Чилипси Вот они идут И, грубо говоря, практически под ними, вот такими вот меточками Указан вход на тропу Все, дальше вы идете просто по этой тропе Она все-таки оказалась более-менее протоптанной Понятной, что по ней ходят люди И выходим на синие метки И это уже выведет на дорогу и к водопадам истока реки Псикупс Так что имейте в виду Как попасть А мы из-за этого сделали крюк в пару километров Чтобы выйти на ту дорогу Ну а вот как спуститься к самой речке Чилипси Потому что здесь не везде это просто сделать Получается, это станция Чилипси Выход с нее Вот так вот выходите И здесь вот такой вот куста Спуск Но он как бы не привлечет внимание Потому что такое ощущение, как будто сюда только мусор сбрасывают И получается туда идет спуск Короче, у Чилипси пересохшему И потом вот так вот идет подъем Вот оно лэп Так, так, так Короче Спустились мы от станции Чилипси Где-то метров пятьдесят К водоема нужно его было перейти Фух, должны были зайти на тропу Ну мы решили тут отобедать Тропу размыло, видимо Тут, короче, такой трэш Вот сейчас думаем Либо сделать кружочек Там в километр И выйти на дорогу Либо здесь проложить заново тропу Ну, посмотрим Сейчас этого получится Вон там он Стас ищет тропу Ну, она где-то, видимо, там и была Когда-то В 2001 году Идем На, дай так Боевый дух Туда, да? По дороге это слабаки Фух Ну, все же решили пойти по дороге Попробуем сделать петелечку Там В километра два Ну все, вышли мы на тропу Так называемую Ну, это такая Дорога типа джиперская Не знаю Походу даже в этом году юзанная Ну и пошли тягуны вверх Идем Поднимаемся Сделали мы кружок В пару километров Ну, было это, конечно, зря Потому что тропа все-таки была Мы до нее чуть-чуть не дошли Да, она нашлась Внизу она, интересно, есть? Фактически она была внизу Мы ее пошли И обошли Ну, ничего Размялись А теперь вышли на маршрут И идем Тропа маркированная причем И хожу Стартуем Ну так вот Вышли на дорогу Которая идет к базе отдыха Лысая Вроде так она называется Ну ладно, дойдем на нее Посмотрим вообще Насколько она там Живая, не живая Где-то до нее километра три остается Вот И метров четыреста подъема Ребята Ну, наверное, почти половина Сколько там у нас? Пару километров до базы От нее еще там Пару с лишним Вот, идем по дороге Дорога, в принципе, зашибись Хоть и в горку Но тянется лучше Сколько? Это до базы Два километра До базы два километра Вот А, виды у нас вот такие вот Вот А Наташка у нас красавчик Два года Таскалась с ребенком А теперь она просто взяла Одела рюкзак И пошла Еще ослаблен организм Да нет Все отлично, Стас Отлично Наверное Но я бы хотел все равно Кока-колы Димон Да, и бокальчик прохладного пива Еще перекур Тяжковато Даже, наверное, больше не то, что от подъема А то, что душно Ветерка вообще нет Даже не колышется Вот Остался нам километр до базы Это туда Добежали до базы Благо тут можно набрать водички Потому что расход воды вверх Сейчас, сейчас Здесь есть вот такая база отдыха Рекламирую Вон контакты Отдых от 500 рублей Карпатингу Ваня, бассейн И пенинский тренинг Горнолыжный подъемник Даже так Программа экскурсии Водопады Вершина Зимой, я думаю, здесь вообще бомбовски Даже беседка Можно чуть-чуть пройти от базы Сесть, посидеть, передохнуть Потому что еще до водопада Остается Три с лишним километра Уже все Пошла дорожка вниз Базу прошли тут Классно К сожалению, уже солнце садится Нам осталось Два с лишним километра О, там Стреляют Там еще база одна была Ребята Гуляют Смоляют Воздух Веселятся Пёс, ты нас ведешь правильно хоть? А? Собаки Осталось чуть-чуть Оп Повод того, что маршрут сложный Здравствуйте А вы что, дойти не можете до водопада Сто метров Нет Нет Как бы, видишь, как сложно Дети идут Очень сложно Ну вот Остались там каких-то Пятьсот метров И В лесу В лесу Да, кстати Тут красивый хвойный лес Сейчас этот участок, конечно Не хвоя Но мы там шли Был Хвоя Надо было поснимать Вот А вот и Самый сток Псикупса О, прикольно Я его видела Вот отсюда начинается Эта река Круто С этого ручейка Вот по такому лесу Тенистому Густому Вот еще К нему один Ручеек Подходит Таких мы должны Вроде два Пересечь Ручейка Вот еще один ручей Ну да, в принципе К водопаду Он может вот так вот Наполниться Андрей Спас Добрались мы До водопада Ну точнее До стоянки Водопад там Здесь у нас Такая полянка Ладно Я пока светло Пойду Сниму водопад Что там он хоть Из себя представляет Что тропинка Вот так Вот сюда Иди Сейчас 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 Да Лес Лес хороший Лес приятный Во Вот Ну да Ему больше воды Это было бы Эффект Смотри как свисает Вот это Слушай Ну он реально Да 30 метров будет Спустимся Спустимся По любому Должны спуститься Не ругайся Папа просил Не ругаться А то мне придется Запикивать все Он говорит Смотрят люди Близкие ему Вот Ему стыдно Ему стыдно За нас Ааа Спасибо Димон Это был эффектный кадр Да Прям в камеру Прилетело Что папа Блин Снимать и спускаться Конечно Это Это экстремальненько Хоп Отскользю Вот так я его тут Да подожди Сейчас Прорежем Новый путь У нас что-то Может где-то еще есть Ну вообще да Это Это мощно Если бы тут вода Оттекла бы конечно 30 метров Тоненькая струи И Да дальше Дорога нет Это Оттуда откуда-то Заходить надо Но Надо короче Искать подходы То есть вот там Ниже должно Должно быть Восьмиметровый Водопад Из большой ванны В которой можно купаться Ого Хвойные деревья Красиво Давай посмотрим Вот траверсы Смотри сюда Нет Нет Тут там все заросли Это короче Получается Надо ниже Тащиться Это вот надо Скорее всего Вот там где-то Идти Там спускануты Глянь на Эти Насосные На деревья Высота их Ну да Тут охренеть просто Доброе утро Лагерь Пробудился Готовимся уже кушать Ванны мы приняли Утренние Ну вот Такие вот ребята Уже Уже У нас сегодня Изысканный Биг ланч С кранидовскими Зосисочками Короче Лагерь мы собрали А так место Сейчас это Уже очищается От людишек Сейчас 10-15 минут И выходим Нам немножко Нужно будет набрать В горку Метров 200 Километра 3 И И потом Будем лететь С горки Погода Сегодня хорошая Ребята Среагировали На слово Горка О Ящерица Побежала Давай Заползай мне В рюкзак Она в Стасу Футболку Заползла Ну давай Димон Ощущение Утреннее Огонь Наташ Утреннее ощущение Потрясающе Спалось Вообще За 2 года Ты водопад Сегодня увидела Кстати Ну как Очень крутой Только без воды Нет Нормально Стас Ты тоже водопад Увидел Да Было великолепно Но не было кофе Извините Это мои Уже утренние ощущения То что я не взял кофе Я сегодня много Выслушал Сказали Это самая худшая Организация походов Хуже некуда Потому что Блин Такое утро И без кофе Это просто Прекрасно Я вообще Конечно кофеманов Не понимаю Но видимо Эти наркоманы Как-то Им тяжело живется В такие моменты Как ты меня потянула Водопой Когда я стосу дам бутылочку Смотри что у тебя на руке Как его пробирать Кровь свою Видишь Ну и что там Кровь пошла Ого Ничего себе Шишига здесь есть Вот с песик Причем молодец Не гавкал Так Выходим на базу Вчера проходили Здесь нас еще так встретили Выстрелами С ружья Шмальял тут Не очень трезвый Видимо Обитатель Зимой здесь По идее Должно быть Очень чудесно Внутри Лев очень такой О привет Привет Что забыл уже? Перекурчик маленький И все Сейчас у нас дорога Пойдет только на спуск Спуск протекает нормально Дорожка Вот той конечно По которой мы вчера Поднимались В той стороне Получается Индюк Два брата Симашко В ясную погоду В принципе Их вот сюда Должно быть видно Все причем Ну Индюк Это точно мы видели Симашко Мы видели Это и два брата Вот по поводу Семеглавы Получается Чуть правее будет Ну семеглавы Я думаю Можно будет увидеть При очень ясной погоде А тут вот тропа Я вижу ее Тропа вот тут Вот она О вот эти дровы Два брезда Да Ну все Мы на станции Сейчас чаечек Типа еще раз Пообедаем Ну точнее первый раз Побыл перечет И мы едем домой В электричке Дадим заключение свое Этому походу Маленький отзыв О походе Давайте Так Все По чуть-чуть скажут А я завершу Достаточно просто Посмотреть на нашу Учащую Да По-моему Это достаточно Ну вы молчите От удовольствия Или от неудовольствия От всего Круто все Круто все Да Было великолепно Прелестно Как я там еще говорил Так Ну а я Более глобально скажу В общем поход Прикольный Ништяковый Водопад Офигенный Но Надо чтобы в нем Вода была Обязательно в начале маршрута Найдите тропу Чтобы не делать Лишних движений По поводу воды Хорошо что там есть База отдыха На ней в принципе Можно подзаправиться Кстати вода есть На вокзале На колонке Подземная Да Вот И практически вам 5-5 километров Вверх В подъем Идти без воды Поэтому Ну где-то в среднем От полутора До двух литров В жару Уходит На базе В принципе Можно пополнить Так что Идите Не пожалеете Но только Чтобы была вода В водопаде А теперь испытание мочины Проверяем Идите В ее условиях А если я камеру потеряю Андрюша Не идти так быстро Пожалуйста Я сейчас снимаю Не сложно Стас Ну что там Идет медведь Ааа Это Стас Борется с кустами Ну как всегда Димон устраивает Водопады Водотечения Короче Занимается Гидромеханикой Всем Здрасте Мы наконец-то Это видео Мы наконец-то Так Как ты хочешь 2020 год Мы наконец-то Пошли в покой Наконец-то Я пошла в покой 2020 2020 год Дубль три 2020 год Мы Так 2020 Пап Скажи что-нибудь Привет Привет Ладно Подождите Дайте мне начать Потом я вас покажу Так Дубль номер 4 На чем я остановился 2020 Июль месяц Мы первый раз Идем в поход Потому что Были коронавирусы Все дела Мы такие Честно Честно Сидели Типа Выголяться Так вот У нас Поход На Истоки Реки Секупца В поисках Верховья Водопада Секупца Влево Вправо Кальян был просто Космический Да Вот это уже Наши Ништяки Стас Нам Замутил Вытащил Кальянчик У нас был Коньячок У нас был Просто Прекрасивший Вечер Мы так Душевно Посидели Расслабились Редактор субтитров Корректор А.Егорова